Боже мой, какие люди! Волны любви сносят педагога начальных классов Елену Порыгину. За что ее стоит любить, дети говорят, за все. И особенно за похвалу. Всю жизнь, по словам Елены, она легко находит общий язык с детьми и не устает от них. Они же тоже любят молодых учителей, энергичных. Поэтому они, наверное, мне помогают находить, черпать эти силы. Быстрая первая линейка. Уроков сегодня здесь нет. Ученикам после долгого лета не терпится поговорить. Все собираются, как-то все вместе после лета. То есть вы в школу любите ходить? Ну, да. Отличник. Отличник. Вашими стараниями? Нашими всеобщими. Мама и папа тоже общаются. У них свои темы. Новые обязательные предметы, например. Если бы нас спрашивали, да, родители, я бы предложила учить китайский язык. Он востребованный, он нужный. Кстати, как жить, размышляют и школьники. Правда, смотрят шире. Димит Иванов второклассник, но уже занимается геологией, изучает окружающий мир. И пока в одиночку решает экологические проблемы, например, мусора. Люди засоряют природу там, бросают там бутылки. А ты сам что-нибудь делаешь для того, чтобы мусора было меньше в природе? Ну, пытаюсь, но это бесполезно. Я уберу, оно появляется и появляется. Надеемся, что у Димита обязательно появятся помощники. У школьников желание учиться, а у их родителей силы и терпение. Ведь впереди целых девять месяцев уроков. Анастасия Драган, Николай Шелко. День с толком.